Собака Аркадия долго боялась подходить к людям. Два года назад один из жителей поселка Прибрежный отстрелил ей нижнюю челюсть. Теперь без помощи ветеринаров Аркадия не может принимать пищу. Она не единственная, кто стал жертвой человеческой жестокости. Но если за жестокое обращение с животными в Уголовном кодексе предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, то за пропаганду живодерства людям пока ответственность не грозит. В Государственной Думе эту ситуацию решили исправить. Конечно же, я считаю, что во всех сообществах, где это принято, так называемых сообществах докхантеров, будет здорово, если они перестанут существовать, и такая пропаганда будет прекращена вообще в любом виде. Депутаты Госдумы предлагают за пропаганду жестокого обращения с животными назначить штраф с верхней планкой в 100 тысяч рублей. Такую инициативу приветствуют не только зоозащитники, но и юристы. В последнее время действительно распространились в интернете, в ютюбе такие блоги, в которых, скажем, блогеры издеваются над животными, причиняют им какие-то насильственные повреждения. И действительно, подобные действия необходимо просекать, поэтому, в принципе, данную инициативу можно приветствовать. Она предусматривает введение административного штрафа в размере 100 тысяч рублей именно за пропаганду такого обращения. В Самаре действует программа ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Но даже чип, который закрепляется на животном, не всегда гарантия безопасности для собаки. Есть такой у нас бывший зим завод, и там стая бродящих собак, она не контролируется. Ее с периодичностью уменьшают с помощью отлова, выпускают туда стерилизованных собак. Но таком бы, и собаки там множатся, и все по кругу. И люди говорят, давайте их потравим всех. И это люди, которые живут со мной в одном доме. Кроме того, в Госдуме планируют рассмотреть регулирование коммерческого разведения животных. Проект уже согласован с Минприродой. Предлагается установить требования к регистрации, условиям содержания, порядку разведения и к условиям продажи. Это достаточно была громкая история, когда несколько лет назад, если я правильно помню, в Тольятти один из заводчиков в квартире, очень маленькой, чуть ли не однокомнатной, по-моему, содержал около ста собак миниатюрной породы. То есть они, видимо, начинали как заводчики какой-то определенной породы, что-то вроде балонок или пуделей. И там всем миром, всем самарским регионам и даже, по-моему, соседними регионами вот этих сто собак расселяли. Они, конечно, были грязные, голодные. Также в Госдуму хотят ввести запрет на операции, которые калечат животных. Например, такие, как удаление когтя у кошки вместе с фалангой пальца или подрезание голосовых связок у собак. Кроме того, предлагается наделить зоозащитников более высоким статусом. В частности, сократить срок рассмотрения их обращений с 30 до 10 дней со стороны правоохранительных органов и надзорных ведомств. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков.